Покататься на экологически чистой машине за 34 цента в минуту. В Варшаве открылся новый сервис каршеринга. Такая услуга не шевле обычного такси, а на электромобилях можно избежать пробок, так как им разрешено ездить по полосам общественного транспорта. Популярен ли такой сервис в польской столице в сюжете корреспондентов UATV. Евгений украинец живет и работает в Польше, своей машины у него нет, берет на прокат электромобили. Качал приложение с интернета, закинул украинские права, сразу же пришло подтверждение, нашел ближайшую машину на карте возле своего дома. Перед этим, конечно, посмотрел видео, как пользоваться этим автомобилем, потому что он современный, абсолютно бесшумный. Достаточно нажать кнопку старт-стоп и непонятно, она завелась или нет, просто на экране всплывает надпись, что машина заведена. Каршеринг электромобилей появился в Варшаве в начале апреля. За две недели работы сервиса, мобильное приложение для аренды авто, скачали 20 тысяч человек. Нажимаем тут отсканировать QR-код, который находится возле двери. Просто достаточно сосканировать и машина открыта. Одна минута проезда в электрокаре стоит 34 цента. Приехав в место назначения, авто можно оставить на любом парковочном месте. За парковку, которая в Варшаве в среднем обойдется в доллар за час, водители арендованных электрокаров не платят. А еще и комобили меньше времени проводят в пробках. Им разрешено ездить по полосам общественного транспорта. Можно нажать и сами чувствуете скорость. 7 секунд достаточно для того, чтобы разгнаться до 100 километров. Сейчас в Варшаве около 350 электромобилей на прокат. К началу мая планируют увеличить их количество до полутысячи машин. По словам руководителя проекта, все авто поддаются повторной переработке и не вредят окружающей среде. 90% материалов, из которых сделан автомобиль, можно повторно перерабатывать. Вот посмотрите, как сделана передняя панель. А сиденья здесь из переработанных пластиковых бутылок. Это первый сервис по прокату электрокаров в Варшаве и третий в Европе после Штутгарда и Мадрида. Авторы проекта уверены, электромобили необходимы для защиты экологии в европейских мегаполисах. Анжела Лешко, Юрий Бонахевич, Игорь Антонюк, Варшава, ЮЭТВ.